Кризис, вызванный вторжением России в Украину, длится столько же, сколько и сама война. Уже 262 дня. Но, кажется, далеко не все успели осознать, что это за кризис и почему важно понимать его природу, чтобы принять те самые решения о собственной жизни, такие как о работе, образовании, жилье, сбережениях, многие-многие другие. Ценная, хоть и туманная подсказка, на этой неделе пришла у Эльвира Набиулиной, главы Российского Центрального Банка. На очередном финансовом форуме, да, форумы до сих пор проходят, а что случилось? У посетивших этот форум работников СМИ появилась возможность задать Набиулиной острые вопросы в кулуарах. Один из этих работников спросил председательницу ЦБ, прошла ли российская экономика дно? Ой, так не люблю искать дно в любых вопросах. Я и раньше говорила, и сейчас говорю, что на любое ухудшение финансовой ситуации мы должны просто ускорить свою собственную структурную трансформацию. Заснять ответ на видео теперь, к сожалению, некому, поэтому приходится вот так засчитывать. Цитата эта широко разошлась по новостным заголовкам. Ну, сразу напрашиваются шутки о том, что зачем же это дно искать, если мы уже давно его копаем, а снизу все стучат и стучат. В любых вопросах, используя выражение Эльвирских заданных. Опять же, если говорить про дно экономическое, вспоминается другой деятель российского экономического блока, который, как принято было считать, как раз любил искать дно, или, как он чаще выражался, нижнюю точку. Это бывший министр экономики Алексей Улюкаев. Ну и вы, конечно, помните, в какую нижнюю точку он в итоге пришел. Вы признаете вину? Скажите, вину признаете? В тюрьме Улюкаев оказался, конечно же, не за макроэкономические прогнозы, а потому что глава государственной Роснефти Игорь Сечин обвинил Улюкаева в коррупции. Но это дела минувших дней. 12 мая этого года Улюкаев вернулся на свободу по УДО. Ну а мы давайте вернемся к высказыванию Набиулиной и личной пользе, которую все-таки можно из него вынести. Итак, сначала давайте про это самое дно. Экономисты и финансисты совсем не только в России действительно используют термин «дно», когда говорят о траектории экономического роста во время кризиса. Но дно есть не у каждого кризиса. В мировой аналитике про дно говорят, когда кризис циклический. Что это такое? Ну давайте разберемся, чтобы нас больше никто не мог смутить экономическим дном почем зря. Итак, в рыночных экономиках есть так называемые бизнес-циклы. То есть подъемы с разной периодичностью и скоростью сменяются спадами, за каждым из которых следует очередной подъем. Вот на этой очень схематичной картинке за моей спиной хорошо видно та самая нижняя точка, когда сокращение экономики сменяется ростом. Это и есть дно. Оттолкнувшись от него, экономика снова начинает расти. Как это происходит? Ну, этому посвящено бесконечное множество исследований. Факторы выделяют самые разные, ну, например, помочь могут антикризисные действия государства. Одновременно с рынка, обанкротившись, уходят слабые и неэффективные компании. Ну а те, кто остался, пользуются, к примеру, преимуществами дешевого труда и так далее. Самое важное, что надо иметь в виду. О том, где, собственно, было дно, всегда судят спустя время и часто немалое. Для этого надо проанализировать динамику разных экономических индикаторов не за один месяц. То есть в моменте понять, мол, вот оно, дно, и сейчас как оттолкнемся, невозможно. И второе, возможно, еще более важное. На этой схематичной картинке вы видите две линии. Волнистая описывает, как могла бы расти и сокращаться какая-нибудь гипотетическая экономика. Но есть и прямая линия. Это своего рода постоянная траектория нашей с вами гипотетической экономики. Это то, какими темпами она может расти, если имеющиеся у нее мощности, ну, заводы и люди, полностью загружены. Фактические темпы роста колеблются вокруг этой траектории, вы видите, но с нее не сбиваются. Это и есть важная особенность того самого циклического кризиса. Оттолкнувшись от дна, экономика возвращается на свой прежний путь. Например, для американской экономики циклическим кризисом принято считать даже Великую депрессию 30-х. Конечно же, это тоже становится понятно только спустя месяцы и скорее даже годы. Потому что в моменте не всегда ясно, не только пройдено ли дно, но и вернется ли экономика на свою прежнюю траекторию. Но есть случаи, когда и в самом разгаре кризиса совершенно точно ясно, что на прежнюю траекторию вернуться не получится. И мы имеем дело, к сожалению, именно с таким случаем. В экономической теории это называется структурным кризисом. То есть таким, в процессе которого меняется само устройство экономики, ну структура. Дна у такого кризиса нет. Кстати, это еще после кризиса, вызванного аннексией Крыма, довольно точно сформулировал все тот же Алексей Улюкаев. Говорят, Улюкаев 8 раз находил дно кризиса. Ни разу. У меня вообще в словаре нет такого слова. Это полное искажение современной экономической реальности. Не существует никакого дна, от которого можно оттолкнуться. Мы, так сказать, спустились с одного этажа на другой. Так вот, сейчас мы спускаемся еще на несколько этажей ниже. То есть будущие возможности экономики сокращаются. Никакого, уже даже смешно сказать, удвоения ВВП, а только падения уровня жизни. Когда на зарплату, которая формально, может быть, и не уменьшилась, или даже выросла, можно купить меньше товаров и качеством похуже. А кое-какие купить вообще нельзя, потому что они не ввозятся, а самим производить не получается. Меняется устройство экономики, то есть ее структура, еще раз скажу. Из отраслей, где были высокие технологии, люди, по мере их выхода из строя, этих технологий, вынуждены перейдут туда, где что-то хоть как-то еще работает. Но технологии будут уже попроще. Говоря грубо, была сборка иномарок с импортными роботами, а будет сборка жигулей при помощи гаечного ключа и кувалды. И вот тут я хочу вернуться к высказыванию Эльвира Набиулиной, с которого мы начали. Ко второй части этого высказывания. С дном все ясно. Не зря Набиулина не любит его искать. Мы с вами убедились, что смысла сейчас в этом нет. Но дальше она говорит, цитирую, «Но любое ухудшение финансовой ситуации мы должны просто ускорить свою собственную структурную трансформацию». Может, такую трансформацию, которая идет у нас, все же не надо ускорять? Эльвира Схип задана. Может, не стоит спешить в архаику, а пока еще попытаться как можно дольше сохранить то, что многие люди строили десятилетиями? Ну, по сути, это и происходит. Российская экономика резко не обрушилась, потому что бизнес делал запасы, а потом правдами и неправдами искал любые логистические и другие решения, новые комплектующие, новые импортные товары и так далее, и так далее. Все же, у нас совсем не та трансформация, которую хочется подгонять. И здесь я вернусь к просьбе банальной мысли. Чем лучше мы понимаем, что происходит вокруг, тем больше шансов, что мы примем информированное решение о своем собственном будущем. После кризиса в последних 20 лет, включая коронавирусный, у многих в России сложилось впечатление, что кризис – это нечто, что можно пересидеть, перетерпеть, а потом все будет как прежде. Но нынешняя деградация российской экономики с нами очень надолго. И это необходимо трезво понимать. Это не то, что можно перетерпеть пару-тройку лет. Это не запастись спичками и консервами. Это не движение ко дну, а увязание в болоте. И вот есть даже пожелание зарыться в это болото поскорее. Пожалуйста, помните об этом и берегите свой самый ценный капитал, который экономисты называют человеческим, а мы скажем – здоровье, знание, опыт, ну и по мере сил – психологическая устойчивость. Продолжение следует...